всем добра здравствуйте у меня в видеороликах уже мелькал вот этот агрегат адаптер к мотоблоку в частности у меня мотоблок Нева называется он АК-1 я где-то около месяца тестировал смотрел что и как мы сейчас уже могу вам рассказать объективно на мой взгляд адаптеры такой конструкции продаются на нескольких предприятиях у нас в стране почтой транспортными компаниями доставляется по-разному вот на одном из предприятий я купил вот этот значит мне подошла цена в общем-то достаточно такая но при доставке было поцарапано это все вот видите дня тут пришлось даже белой краской нарисовать номер потому что такого цвета не было там содрано до металла и очень глубоко здесь пришлось вот такую заплаточку нарисовать я приобретал это на одном из заводов было в общем-то эпопея по телефону по моей заявке меня убедили что так как это завод можно сделать предоплату чтобы дешевле получилось никаких проблем не будет но изучив все обстоятельства я согласился все буквально на следующий день мне выслали накладную что будет отправлен транспортной компанией все нормально все хорошо проходит день другой 3 5 тишина и вообще ничего никакой отправки ничего нету переписываю с заводом они как бы отправляют туда менеджера да все там была загвоздка на сегодня отправили опять тишина отслеживания никакого ну в общем все таки через неделю после моей плотной переписки они отправили я получил в отслеживание удовлетворение что да действительно отправка была сделана что это такое было то ли у них там менеджеры такие извините за выражение не очень грамотные то ли это в транспортной компании там какой-то косяк ну непонятно ну в итоге потом за сколько за четыре или пять дней привезли в питер но все перецарапано есть один неприятный факт который был обнаружен после получения вскрытия значит все это было на поддоне на деревянном запаковано в пленку пленка была не порвана когда я вскрыл пленку обнаружил вот такие вот царапины то есть это явно где-то при упаковке на заводе здесь вот здесь вот внизу все туда содрана краска и достаточно такие глубокие наверное по полмиллиметра что они делали непонятно я написал письмо на завод посмотрим как они откликнутся на это вчера забрал на терминале транспортной компании вот такой вот конструктор куча запчастей рама с рулевым механизмом кузов руль все это комплект адаптер кузовной а к 1 ну в основном он рассчитан для мотовлоков него но их подходит и к другим значит в этой книжечке есть подробное описание по сборке забегая вперед скажу что картинки в этой книжке отвратительного качества очень мелкие ничего не понять хоть текстовое описание есть но там тоже сломаешь голову чтобы разобраться сейчас займемся для начала наверняка надо вот маслёночки промазать все поворотные узлы так налить масло в редуктор это жигулевский рулевой редуктор он сухой там ничего нет такое сиденье в комплекте железное на него вот сшиты такие чехлы как бы мягкие вроде бы со временем наверное какое-нибудь нормальное кресло поставим пока то что есть после сборки первый выезд показал что это жуткий мозготряс сидушка тут практически ничем она не умягчена сейчас я добавил вот эти вот сантиметра три-четыре уже по полегче как-то ездить все это потому что соединение здесь достаточно жесткая сейчас хорошо видно как выполнена сцепка просто труба внутренний диаметр труба которая одевается на передний штырь мотоблока него у меня него поэтому я про неё говорю и здесь отверстие вот она продолговатая и фиксируется можно обычным пальцем мотоблочным можно болтом чем вам нравится таким образом выполнено вот это качение осевое но насколько это надежно и сколько это может прослужить только время покажет и вся вибрация с мотоблока конечно передается на эту конструкцию так это рычаг от задней навески они более подробно чуть дальше значит во время сборки вот колеса здесь на подшипниках значит подшипники ну достаточно проблемно одеть на оси потому что оси испачканы краской почему-то когда красили не закрывали все резьбовые соединения вот здесь шпилька обломалась крутил трещоткой хорошо хоть что-то осталось пришлось тоже прихватить на сварку чтобы эта гайка держалась но это флажочек который удерживает кузов так тоже была эта спирка вся в краске вот хорошо что здесь сделаны три педали работают они неплохо одну я приспособил под газ вперед нажимаю вторую под газ назад это рассчитано на тормоза в комплекте все есть на лента для ленточных тормозов но я не подключал у меня нет никакой необходимости по каким-то гористом или холмистым местностям я не езжу на плоскости она и так сама останавливается как я уже рассказывал в предыдущем ролике задний ход я сделал дополнительно чтобы управлять при помощи вот этой педали чтобы не лазить каждый раз вот туда назад переключать передачи потому что вот это новый фиксатор рычага переключения передач вместо оператора переключать очень неудобно в комплекте идет идут там рычаги и тяги но они не подходят для вот этой конструкции в рулевом механизме здесь использован редуктор от классики жигулей и установлен вверх ногами поэтому масло которое в него заливается вытекает и надо с этим что-то делать жигулевский редуктор устроен таким образом что вот это сквозное отверстие считайте на валу сделано проточка сделано для того чтобы удерживать вот эту фиксирующую шайбу ну и заодно выполняет роль сапуна так как на жигулях стоит вот примерно в таком положении этот рулевой механизм они вверх ногами то ничего не вытекает только избыточное давление выходит ну что сейчас я тогда самое простое что мне кажется можно сделать обезжирю поверхность ацетоном растворителем у кого что есть так обезжирю эту шайбу стопорную и она вот она и намажу все это простым автомобильным герметиком ну вот у меня есть вот такой черный у кого красные белые не имеет значения так ну теперь гайку эту зажали значит герметик намазан с двух сторон шайбой снизу и сверху даже если что-то немножко внутрь просочится это не автомобиль сапун считайте мы закрыли заткнули да вот опять и повторяю это не автомобиль есть давление никаких быть не может ну и прицеп максимально задрать так чтобы масло не не пыталась вытечь подсохнет потом уже можно использовать такую позу я задрал дополнительно была приобретена задняя навеска то есть это позади мотоблока будет и я могу с места оператора поднимать и опускать то что у меня там сзади будет лук барана ну все что угодно также вот комплект всяких винтиков болтиков инструкция по сборке ну в общем процесс сборки я показывать не буду покажу уже когда будет все собранном виде при установленной задней навеске удобно менять колеса вот в эту точку навесного оборудования подставляем обычный советский домкрат вот видите пальцевый палец наверх складываем и просто поднимаем высоко здесь поднимать нет необходимости чтобы заменить колеса все этого достаточно чуть от земли приподняли сейчас поставлю обычно камеру отключу это неудобно одной рукой готово убираем домкрат он у меня лежит я не знаю сколько лет он новый совершенно но ты еще в поздних наверно через пользу перестроечного периода я не знал куда его пристроить вроде выкинуть жалко вот он эти с этим плавающим пальцем под жигули под копейку он начинает рассыпаться потихоньку ну ладно не так часто он будет нужен все сейчас поменяю со второй стороны и навеску сниму за ненадобности на данный момент навеска снимается очень быстро здесь раскручиваем гайки вытаскиваем болт вместе с тягой где штатные пальцы вынимаем вот облачный и все равно вынимается оттуда снято минута времени берем два ключа на 19 кантрируем эти гайки откручиваем снимаем тягу вынимаем кальций навеска демонтирована итак попробуем использовать навеску дистанционную сзади у нас окучник опускаем первое положение то есть не до конца ну как бы еле-еле задевает не знаю слышно или нет из-за мотора но этого недостаточно так теперь попробуем на полную глубину я уже пробовал как вы видите ну что с горки то получится все засели то есть на такой рыхлой почве это занятие бесполезное вот на половине если какой-то неровный участок с какими-то перепадами то вы не угадаете высоту точнее не высоту, а глубину так что этот адаптер это конечно все хорошо для каких-то мелких хозяйственных работ может быть на ровном гладком поле тоже можно использовать все эти навески потому что я смотрел ролики в роликах вроде бы все красиво но вот разные я пробовал навески с разными адаптерами и ничего не получается вот он закапывается и на грунтозацепах как вы видели закапывается и на родных резиновых колесах тем более практически сразу встает ну будем конечно дальше что-то пробовать экспериментировать но неважное впечатление прямо скажем то есть да по осаду кататься с этой тележкой хорошо наверное ну не наверное действительно хорошо удобно маневренно собирать какой-то мусор так по мелочи что-то подвести перевести а как использовать вот эту навеску пока мне непонятно вот такая получилась картинка видите ничего хорошего тут не получилось где-то удалось вот одну борозду целиком пройти может быть поровнее остальном все это что-то еще тени от деревьев наверное не видно нифига пробую поближе ну вы видели как он закопался вот один раз я пробовал вот он здесь закопался здесь это сейчас у вас в кадре он закопался ну я для себя сделал вывод что пока что проще старым способом мотоблок с навесным вручную без всяких адаптеров ну более-менее удобно вот пройтись с бараной по грядкам и то механизм вот этот удержание постоянно вот этот штырь выскакивает и оно все падает само поэтому выставить уровень очень сложно надо что-то переделывать вот именно в этом месте как оказалось фиксатор сварен не очень ровный угол не прямой вот видно на линейке поэтому любым доступным способом надо согнуть под правильный угол и наварить косынку усиливающую тогда удерживается вручную 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мой вывод такой Надо покупать Зачем вы это покупаете? Потому что особой Такой помощи Прямо как рекламирует мини-трактор Получается я здесь не вижу Много косяков, недостатков Ну это естественно За такую цену что вы хотите получить Поэтому если вы Наскребаете последние деньги Или берете в долг Или в кредит То лучше не надо связываться Да, для езды по территории Для уборки Тут в кузове в этом что-то Ветки собрать У нас территория большая Поэтому Удобно Если вы не дружите С болгаркой и сваркой То это не ваш вариант Ну на этом всем пока У кого есть вопросы В комментариях задавайте На какие смогу На те отвечу Субтитры сделал DimaTorzok